Первый год работы парламента был сложным, но насыщенным, отметил Валерий Квартия, открывая пресс-конференцию. Формирование структуры парламента заняло немало времени. Вместо семи комитетов было сформировано девять. И так как депутатов всего 35, один народный избранник принимает участие в работе сразу двух комитетов. Создано несколько временных парламентских комиссий, в том числе по сотрудничеству с Госдумой Российской Федерации и Советом Федерации, по контролю за ситуацией с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ в Абхазии, по разработке законодательства о госслужбе, законодательства в социальной и налоговой сферах. За прошедший год парламентам рассмотрено 35 законопроектов, 30 из которых принято в окончательном чтении. Ратифицировано семь межгосударственных соглашений, в числе которых соглашения по ИКЦ и по организации обязательного медицинского страхования граждан России, постоянно проживающих в Абхазии, льготного обеспечения медикаментами отдельных категорий граждан. Валерий Кварчия высоко оценил роль парламента в разрешении ситуации, имевшей место в республике в начале января. По словам спикера, определенные трудности в работе Народного собрания возникали при решении кадровых вопросов. По различным причинам определенные трудности возникали при решении кадровых вопросов. Наконец, сформирован полный состав Конституционного суда Республики Абхазия. Избраны суди Верховного суда, председатели Верховного суда, избраны также судьи Арбитражного суда. В решении парламента назначены председателем контрольной палаты Республики Абхазия и выполнены по правам человека Республики Абхазия. Спикер Валерий Кварчия рассказал журналистам и о деятельности Народного собрания по налаживанию межпарламентского сотрудничества и международных связей. Так, в течение года состоялось немало встреч с представителями разных стран России, Приднестровья, Южной Осетии, Юрдании и Сирии. Журналистов интересовало, когда будут приняты поправки в закон о гражданстве Республики Абхазия в части обмена общегражданских паспортов тем, кто в период с 1994 по 1999 годы не находился на территории Абхазии. Этот вопрос должен решиться как можно быстрее, считает спикер. Надо все это изучить и принять правильное решение. И при том, чем быстрее, тем лучше. Закон об оружии начали обсуждать еще депутаты парламента 5-го созыва. Тогда законопроект вызвал много споров и в итоге не был принят. По мнению Валерия Кварчия, эту работу надо продолжить. Этот законопроект вызвал много споров. И в конце концов, даже в первом чтении, неоднократно проводили заседания, даже с привлечением людей. Сейчас опять становится актуальным этот вопрос. И идут консультации. Я думаю, что в ближайшее время будет консультация с приглашением в широкую руку для традиционных людей. Но вопрос тоже сложный. Что касается закона о полном запрете абортов в Абхазии, Валерий Кварчия считает, что депутаты здесь поспешили. Необходимо еще раз пересмотреть законопроект и внести соответствующие поправки, отметил спикер. Мы поторопились, до конца не обдумав последствия этого закона, мы приняли его. Раз мы приняли, мы должны были дальше посмотреть, что на практике, какие трудности возникают, какие там недоработки в законе. Сегодня должны внести какие-то поправки, которые позволяют человеку с учетом медицинских показаний отказаться от того, чтобы рожать детей. На пресс-конференции был поднят и вопрос о возрастном цензе для кандидатов в президенты, который в последнее время обсуждается в обществе. По мнению Валерия Кварчия, необходимо поднять нижнюю планку возрастного ценза. Но верхнюю планку поднимать не стоит. Я после вот этих наших парламентских выборов был очень настроен на то, чтобы быстро, в первую очередь, поправки нести в избирательный закон и поднять нижнюю планку. И многие депутаты тоже и так думали. Но с появлением вот желания повысить верхнюю, уже начинаешь думать. Это первое, это явно необходимо нижнюю планку. Теперь его вынесут, поднимется второй вопрос. Теперь надо убедиться в том, это нужно, снимать планку верхнюю или не нужно. Если перед каждым выбранным кампанием выбирали президента, если мы будем для кого-то снимать, кому-то добавлять, кому-то добавлять, то это будет бесконечно. Спикер парламента Валерий Кварчия прокомментировал предложение инициативной группы ратифицировать 20-ю конвенцию ООН, предусматривающую уголовные наказания за незаконное обогащение. Как известно, недавно в Народном собрании состоялась встреча депутатов с инициаторами предложения. Часть депутатов наших считает, необходимым декларировать доходы. Я тоже в том числе. Такая разница между богатыми и бедными людьми, что дальше некуда. Люди получают столько же зарплаты, сколько я или вы, но они разгружают на сотки, тысячи, миллионы. Независимо от нашей реакции, уже в обществе это обсуждается. Это проблема уже обсуждается. А может вдруг на самом деле созреем для того, чтобы мы приняли такое решение. Журналистов также интересовало, сколько депутатов обучаются в Академию госуправления при президенте России, состояние депутатского автопарка и будет ли создана в парламенте комиссия по этике, которая сможет регламентировать поведение некоторых депутатов во время заседаний и другие вопросы.